Привет, мы находимся в Щурове. Здесь в этом году будет проходить реконструкция, вернее она уже началась и сейчас мы посмотрим, что здесь вообще происходит, как ведутся работы и когда они закончатся. Как мы видим, работы еще идут и на реконструкцию Щурова из областного бюджета только было выдано 50 миллионов рублей. Какая-то невероятная сумма. Насколько я знаю, по моей личной информации, эта сумма оказалась недостаточной, еще будут какие-то деньги выделяться. Здесь планируется построить футбольное поле, вокруг будет беговая дорожка, также будет хоккейная коробка, где можно будет зимой играть в хоккей, летом, не знаю, там, баскетбол играть. И также будущая площадка для сдачи норм ГТО. Как все это будет выглядеть, я не знаю, но планируется уже костнее, чтобы все здесь уже было готовый спортивный объект. Группа компании АТЭК, бывший официальный спонсор футбольного клуба Коломна, но до сих пор на вот этом стенде в Щурово он еще значится. Пора бы его уже поменять. Сейчас мы с вами вернем в администрацию Светиона и попробуем узнать какие-то комментарии от официальных лиц. Как видим, помещение пустое, никого не было. Можно сейчас ходить чуть-чуть посмотреть. Стоит материал, инструмент. Здесь межпулный бардак. Очень, на самом деле, сложно предположить, как из этого бардака через несколько месяцев всего лишь здесь будет объект областного уровня. Вментарии излишни, я не могу. Вы понимаете, я сейчас вам наговорю, что мы построим стадион. Срок контракта 1 ноября. В частной телевидении не стал сниматься. Реконструкция стадиона Цеминка по улице Молодежного Щурова по плану, согласно условию контракта. Стадион был увеличен на 14 метров. Игровое поле он тоже увеличится в размерах. Будет 70 на 96. Поэтому, к тому, что было, было 65 на 81, как сказать, можно сказать. Будут в радиусах, будут пиковые дорожки, асфальт покрытые резиновым покрытием. Будет площадка ГТО. Возможно, с какими-то игровыми формами. Тренажеры силовые, возможно, какие-то. Но не аналог тех, что стоят у вас. Попробуем вам подобрать что-нибудь другое, свежее. То, чего у вас нет. С той стороны будет постепление площадка. 15 на 30 метров огорожена сеткой. Радиусы. Площадка будет тоже покрыта асфальтом. И, по-моему, тоже резиновое покрытие будет. Здесь стоят. Подрядчиком строительства стадиона является завод Аптюл, который расположен в Шатуре. Который является производителем искусственной травы для футбольных покрытий и спортивных покрытий с высотой ворса от 20 до 70 миллиметров. Поэтому эта лучшая трава, что у нас присутствует, будет, в общем, следовательно. Потому что вам будет, я думаю, хорошо. Кстати, на стадионе тут трава более перекрывали в прошлом году. Это тоже завод Аптюл. Вообще, первая спортивная площадка, по нашим данным, была построена еще в середине 20-х годов прошлого столетия. Называлась она «Красный строитель». Сколько после этого было реконструкции сделано, мы не знаем. Но вот в 2020 году, спустя почти 100 лет после открытия первой спортивной площадки, наконец-то решили сделать масштабную реконструкцию. Пока что с трудом верить, что на этом месте всего лишь через два месяца будет построен полный спортивный объект. Но хочется верить, что действительно это будет так. Пока что мы видим всего лишь один трактор и три человека на вот этом строительном объекте. Кто знает, может действительно в скором времени здесь будут уже ребятишки, детишки и прочие люди заниматься спортом. И всем будет хорошо от этого.